Доброе утро! На первом канале включения из Петербурга. Сначала они покорили экран, потом сошли с него в детские комнаты российских дошкалят в виде игрушек, сладостей и других сопутствующих товаров. Затем погостили в Америке, в Европе, передохнули и теперь готовятся к новому взлету. Скоро зрители увидят полнометражный фильм о знаменитых смешариках. Этих героев может нарисовать любой ребенок. Наивный дизайн смешариков и покорил в свое время детское сердце. Шесть минут радости и никакого насилия. Нет синдрома Тома и Джерри, отсутствует образ врага. Психология наших персонажей, она изначально достаточно сложная. В каждом из нас есть плохой, есть хороший. И конфликты в сериале, они построены именно по этому принципу, то есть конфликт самого с собой. Их было сначала 20, естественный отбор оставил только девятерых. Зато теперь их знает вся страна, как смешариков, имя которое тоже придумали позже. Сначала они были сластены, они очень любили сладкое, и у них жизнь была сладкая во всех отношениях. А потом мы решили сделать их более универсальными для всех детей, поэтому назвали их в итоге смешарики. Созданием первых серий занималось всего несколько человек. Сегодня смешарики – настоящая империя. Студия занимает три этажа. На мультзвезд работает более ста высококлассных специалистов. Мультфильм обрастает множеством новых персонажей. Под конец уже кончились просто животные, которые можно физически запихнуть в этот шар. Там, допустим, это уже жираф, при всем желании не получится, чтобы жираф был узнаваем в этой форме. Смешариков уже показывали в Штатах, Англии, Италии и Германии. Везде российские герои получали разные имена. Назывались Гоу-Гориками и даже Кикириками. Но двухсот серий оказалось недостаточно, ведь тамошним мультипликаторам помогают другие страны. Это Китай тот же самый, да, это Корея. Они выполняют техническую сторону, им присылают из Америки, Англии, откуда угодно. Им присылают туда некий полуфабрикат, который они доделывают уже до состояния готовности. И так как китайцев мы знаем очень много, то и делают продукции они тоже колоссальное количество. Не в количестве счастья подумали продюсеры и решили сделать полнометражный фильм. Над названием долго не думали и назвали «Смешарики. Начало». Бьем Голливуд, их же оружие. Над полным метром сейчас работает вся студия. Сценаристы, художники, пишется оригинальный саундтрек. Главную тему исполняет Эдуард Хиль. Хорошо, моя отрада, нам гулять с тобою вдвоем. Хорошо, и слов не надо, стульки, дубки, дубки, дубки. Немножечко ее как бы, да, больше как степ такой. Он как бы под это дело танцует, как бы, да. Ступи-ду-пи-ду-пи-ду-пам. Звездным героям звездные голоса. Помимо Хиля в музыкальном сопровождении новой картины задействованы и другие известные музыканты. Жизнь твоя, дружок, была похожа на поезд, идущий спокойно в депо. В передаче этого характера и этого настроения должно быть ощущение такой квазикрутизны. Вот это самое важное, как мне показалось. И над этим мы очень долго работали. Композиторы Сергей Васильев и Марина Ланда спелись на этом проекте в прямом и переносном смысле. Ланда исполнила даже одну из песен в фильме. Песня, она как бы над ситуацией. Есть, конечно, исключение, когда поет герой сам непосредственно. Но, в принципе, мы старались, чтобы песня какое-то дополнение такое делала для мультфильма. И, тем не менее, каждый приглашенный музыкант старается попасть в образ мультгероя. И это только на руку композиторам. Они очень быстро ловят по интонации самой песни то, что нужно сделать. Поэтому вот такого объяснения и долгого погружения в то, что вы знаете, это происходит так-то и так-то. Единственное, что мы делаем всегда, рассказываем о том, что происходит в это время в кадре. Вот уже семь лет смешарики и их создатели не расстаются ни на мгновение. Теперь это большая семья, в которой царит любовь и порядок. Бессменный режиссер Денис Чернов почти сросся с героями. И боится, что скоро смешарики будут сниться не только деткам, но и ему самому. Нет, герои не снятся. Это, наверное, будет уже самая последняя стадия. Марат Арнис, Антон Голубев, Инвер Мухамедзянов, Андрей Клемешов. Первый канал Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова